Следующий доклад применения ударно-волновой терапии в лечении опорно-двигательного аппарата представит Анисим Викторович Проценко. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Проценко Анисим Викторович. Я мануальный терапевт, физиотерапевт. Хочу вам рассказать про метод ударно-волновой терапии. Где-то он недооценен, где-то он переоценен. Информации про этот метод очень много. Но за этот короткий промежуток времени, что мне здесь отведен, я постараюсь сейчас хотя бы рассказать о принципе действия. Метод используется уже достаточно долго, с 80-х годов достаточно интенсивно, и в том числе в ортопедии. В России этот метод зашел не так давно. Сейчас многие про него знают, но немногие знают, как его использовать и где его использовать лучше. С ударными волнами мы встречаемся в обыденной жизни при разрядах молнии, при движении сверхзвукового самолета. Ну давайте вкратце о процессе. Из этого определения можно сделать вывод, что волна имеет высокий пик давления и короткий жизненный цикл. 10 наносекунд. Из-за этого молниеносного промежутка времени к тканям приходит большое количество энергии, достигая пика своего давления в тканях до 50 атмосфер на 10 наносекунд. Ну вот график ударной волны. Дальше идет длительная пауза. Что же мы имеем в тканях при воздействии ударной волны? Мы имеем зоны сжатия и зоны растяжения. Вследствие этого процесса образуется эффект кавитации и с образованием кавитационных пузырьков. При схлопывании кавитационных пузырьков выделяется большое количество энергии, которая запускает биологически активные процессы в тканях. Используя ударные волны, мы используем приборы, которые образуют эти волны экстракорпорально, не повреждая тело пациента и не повреждая ткани пациента. Акустическая волна в жидких средах распространяется равномерно во всех направлениях. И наибольший эффект имеет на разделении границы сред. Это как раз те границы, где здоровые ткани переходят в воспалительные ткани. Следовательно, плотность потока мы можем регулировать прибором и приносить энергию в те участки, на которые нам необходимо воздействовать. Клинические эффекты, которые мы получаем во время процедуры, после процедуры, это усиление местного кровотока, лимфотока. За счет этого уменьшение отека. Дефрагментирующее воздействие на отложение солей кальция. Распад медиаторов воспаления, П-субстанции. Усиление процессов регенерации. Воздействие частыми импульсами на зоны воспаления, на корешки. Мы имеем афферентную импульсацию в центральную нервную систему и тем самым блокировку болевого синдрома. На клеточном уровне улучшение проницаемости мембран. Какие преимущества мы имеем, используя ударно-волновую терапию? Возможность локального воздействия именно на ту зону, которая вам нужна. Безопасность воздействия и воздействие непосредственно на тот слой, который вы выбрали, и тем датчиком, который вы выбрали. Мы имеем эффект после первой процедуры. Это очень важно, потому что пациенты к нам приходят с болевым синдромом, с болями. И после первой процедуры в 80% случаев мы имеем положительный результат. Механизм действия, обезболивающий ударно-волновой терапии, это декомпрессия нервных окончаний, устранение триггерных точек, блокады ионных каналов болевых рецепторов, уменьшение, улучшение лимфа и кровотока, соответственно, приток кислорода к тканям, влияние на синтез вещества П, медиатор воспаления, распатывал. Основные датчики, используемые сейчас в технологии ударно-волновой терапии. Первый датчик слева – это фокусный датчик. Его преимущество – то, что вы имеете зону высокой энергии на расстоянии 1,5-2 см от передатчика. Глубокий датчик – это 6-8 см проникающая способность. Работаем по большому каскаду мышц, когда триггер глубоко залегает. Радиальный датчик – 4-6 см. Достаточно большая площадь охвата, и, соответственно, прекрасное действие при работе с триггерами миофициальными. Ну вот дизайн датчиков. Тут акупунктурный еще не обозначен был. Это прекрасный инструмент для работы с акупунктурными точками. Несколько слов о противопоказаниях. Не работаем по зонам, по процессам, опухолевым процессам, хотя есть уже сейчас работы, где эта терапия используется, ударно-волновая, в комплексе с другими методами. Не работаем при выраженном тромбофлебите. И тромбоэмболической болезни необходимо на УЗИ такого пациента отправить. Кровотечение, раневые процессы, гнойные процессы. Не работаем по зонам роста у детей. Соответственно, искусственный водитель ритма и область сердца вообще работать не производим. Беременность, переломы тел позвонков и по черепу тоже не работаем. Ну вот ВНЧ единственное, что там можно. Результаты, кратко, это снятие болевого синдрома, быстрая регенерация поврежденных тканей, уменьшение отечности, улучшение микроциркуляции, активация обменных процессов в зоне воздействия. Было произведено в 2002 году крупное исследование. Было исследовано три группы пациентов. 250 пациентов. Первая группа – это боли в плечевом суставе, тенденит, ротаторные манжеты, локоть теннисиста – вторая группа. И третья группа – подошвенный фасциит. 80% пациентов, кстати, пациенты получили всего три процедуры, 80% пациентов после этих процедур почувствовали хорошие результаты, облегчение и устранение болевого синдрома. Вот тут я хочу оговориться. При плантарном фасциите, если мы используем систему форм-тотикс, мы имеем 95-97% положительного результата, и пациенты после первой процедуры уже болевого синдрома не имеют. Ну, где используется эта ортопедия, травматология, спортивная медицина, неврология, урология, косметология, ревматология, кардиология – там специальное оборудование. Показания по применению краткого – это пяточная шпора, подошвенный фасцит, эпикендилит, трохантерит, ахиллодония, деформация, деформирующий остротрос крупных суставов. Все крупные суставы, которые несут нагрузку при ходьбе, ударную нагрузку, очень интересно использовать с системой форм-тотикс. Мы имеем 95-97% после процедуры отсутствия болевого синдрома. Для пациента большое преимущество – это то, что неинвазивный метод, эффект после первой процедуры и доступность. Сейчас уже многие клиники имеют эту методику, и, соответственно, она дешевле стала. Для клиники, опять же, преимущества перекликаются несколько. Это легкость в использовании, врач быстро методику осваивает, интуитивно понятная. Довольные пациенты. Пациенты, как правило, на вторую процедуру приходят уже с удовольствием, потому что после первой процедуры имеют выраженный эффект. Разгрузка рук врача. То есть за сеанс врач может себе позволить убрать триггер и еще поработать другими методиками с пациентом. Это очень удобно. Оборот в клинике увеличивается. И минимизация рисков. То есть это неинвазивный метод с точки зрения обезболивания, достаточно выгодный. Что нужно понимать при подборе аппарата? Это давление должно быть 1-4 бара. Работаем, как правило, на 2-2,5 барах. Но при поступлении к вам тучного пациента, либо спортсмена, работаем на высоких показателях. Частота 1,17 Гц. Наличие основных насадок, чтобы вы могли работать с разными патологиями. Также хорошо бы было осведомиться, есть ли производитель в Международном обществе ударно-волновой терапии. Тогда вы получите точно надлежащее качество прибора. Но это не обязательно, но было бы очень полезно. Ну, соответственно, сертификаты той компании, которую я представляю. Ну и очень важно правильно использовать прибор и иметь школу, которая бы вам поставила руки, чтобы вы максимально эффективно использовали этот прибор. Спасибо за внимание. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ